И папу тоже украинскому языку будем слушать. На маленьких городках встретить подобные русскоговорящие комьюнити не так легко. В Америке произошло определенное разъединение. Вечер сегодня проходил на двух языках. На украинском и на английском. На комьюнити такого рода очень полезны здесь для нас, для иммигрантов. Именно неважно из какой страны бывшего Советского Союза мы родом. Девушка на украинском языке исполнила очень нежную душевную песню. Давайте ценить друг друга именно за качество, за душевность и за доброту. Очень подякувайте вам еще раз за ваши добрые слова, сердца и за ваши комментарии. Ребят, всем привет! Большое спасибо, что вы заглянули ко мне в это видео. Хочу пригласить вас сегодня с нами на одно очень интересное мероприятие, которое будет проходить в штате Канзас, город Канзас-Сити. Мероприятие будет проходить в нашей местной библиотеке и посвящено будет Святому Николаю. Детки смогут получить подарки, угощения, будут украинские песни, как предполагается. Но я еще, конечно, не знаю, чего нам ожидать от этого мероприятия, как много будет людей, но точно будет немало, так как когда мы подали заявку, нам сказали, что будет порядка 100 человек. В общем, посмотрим, посмотрим, как это все будет проходить. Человек сказал, что он поедет с нами, хочет выразить таким образом солидарность с Украиной. Его жена украинка, дети тоже имеют украинские корни, поэтому он хочет поехать также вместе с нами. Хотя, конечно, говорит, что, говорит, не представляю, вокруг меня будет столько людей, которые говорят на совершенно мне незнакомом языке. И нам даже Катеринка, вот она у нас тоже не особо на украинском языке общается, и на русском тоже. Но думаю, да, что надо будет тоже учиться временем, да, Катеринку? Да. Да, и Никитку, и Рому. И папу. И папу тоже украинскому языку будем с тобой учить. Папа у нас на русском знает пару слов, знает медведь, обезьяна, попа. Иди сюда, дам по жопе. В принципе, тот же самый набор, да, который знают и детки. В общем, если вам интересен такой формат, присоединяйтесь. Рома сказал, что он не поедет, что мероприятия для детей ему уже не интересны. Я этот право выбора оставляю за ним и считаю, что если дам ребенку неинтересно, лучше его не заставлять, тем более уже в таком возрасте. Ладно, мы собираемся. Если вам интересно, присоединяйтесь. Дам! Субтитры сделал DimaTorzok И так, как вы видите, мы уже приехали в библиотеку, где и будет проходить мероприятие. Конечно, в маленьких городках встретить подобные русскоговорящие комьюнити не так легко. Но недалеко от каждого маленького городка в Америке обязательно будет город побольше, где уже такие комьюнити вполне возможны. Сперва хотела бы сделать небольшое уточнение относительно русскоговорящих комьюнити, что я имею в виду в данном случае. В какой бы стране не были рождены вы или ваши родители, в какой стране бывшего Советского Союза, будь то Россия, Украина или Армения, Грузия, Казахстан, либо Узбекистан, но вы знаете русский язык, вы уже можете посещать такую комьюнити. Лично я познакомилась с несколькими замечательными девочками с разных стран именно благодаря такой комьюнити. Признаю тот факт, что на данный момент в Америке произошло определенное разъединение. Я бы назвала это за российские и противороссийские комьюнити. Те, кто поддерживают войну и действия Путина в Украине, и те, которые нет. Вечер сегодня проходил на двух языках, на украинском и на английском. Тем не менее, многие из присутствующих между собой также вполне свободно общались и на русском языке. К примеру, я всегда отвечаю на том языке, на котором ко мне обращаются. Тем не менее, в Америке абсолютно нет разделения по странам. Если вы хороший, открытый, добрый человек, конечно, вы без проблем здесь найдете себе друзей. Считаю, именно комьюнити такого рода очень полезны здесь для нас, для иммигрантов. Именно благодаря таким комьюнити мы можем встретить новых замечательных друзей. Очень часто именно кто-то из таких комьюнити помогает новым иммигрантам. В местной группе всегда можно выставить пост с определенным вопросом, и вам обязательно кто-то на него ответит. И даст очень правильный совет, который вам непременно поможет. Неважно, из какой страны бывшего Советского Союза мы родом. Но как бы там ни было, объединяет нас всех одно. Мы все с вами знаем русский язык. У меня, к примеру, есть друзья из Грузии, из Казахстана. Также в Латвии и Узбекистане. Возможность общаться у нас есть только благодаря тому, что мы все владеем одним языком, русским. Хотя обродились мы все в разных странах. Это видео мне пришлось озвучить по нескольким причинам. Было шумно, много людей, и вы бы не услышали то, что происходило на сцене. Также была музыка, которую, возможно, не пропустил бы юг. Вот чем бы я хотела поделиться с вами. Это одной замечательной песней, которая была сегодня на этом вечере. Девушка на украинском языке исполнила очень нежную, душевную песню. Надеюсь, вам будет интересно услышать небольшой фрагмент этой песни. Девушка на украинском языке. Я знаю, что для многих из нас сейчас очень трудное время. Разумеется, самое тяжелое время именно для тех, кто живет в Украине. Очень многие из вас остались без работы, без света и без тепла. Я лично знаю многих, кто в этой войне потерял сыновей и мужей. Я вас всех прошу лишь об одном. Давайте не будем унижать и оскорблять друг друга только из-за того, на каком языке мы с вами общаемся. Если бы не тот язык, который мы все из вас понимаем, мы бы не смогли общаться и поддерживать друг друга. Лично я не смогла бы помочь тем женщинам, которым уже помогла. Вы знаете, именно благодаря девочке, которая проживает в Грузии, с которой мы общаемся на русском языке, у меня есть дополнительная возможность помогать тем, кто проживает в Украине. Давайте ценить друг друга именно за качество, за душевность и за доброту. За готовность помочь ближнему или быть просто другом. Продолжение следует... Продолжение следует... Детам сегодня очень понравилось и, конечно, они получили даже свои сладости. В пакетике были конфеты от украинского производителя и вот такой вот значок. Это, как вы уже увидели, флаг Украины. Большое всем вам спасибо, что вы присоединились ко мне в этом видео и, надеюсь, видео вы досмотрели до конца. Спасибо большое вам всем, кто особенно проживает в Украине и продолжает меня смотреть, даже учитывая, что свой канал я продолжаю вести на русском языке. Дуже хочу подякувать вам еще раз за ваши добрые слова, сердца и за ваши комментарии. До встречи в моем наступном видео.